Выставка товаров и услуг, деловые площадки, обмен мнениями, планы на будущее. Центр оказания услуг «Мой бизнес» и Торгово-промышленная палата Владимирской области при поддержке администрации Владимирской области проводит форум «Владимирский предприниматель-2020». Одна из целей – наметить стратегию развития экономики региона. В частности, президент Торгово-промышленной палаты затронул тему туризма. Чтобы увеличить поток приезжающих, по мнению Ивана Аксенова, будущую трассу М-12 необходимо приблизить к городу Суздалю. Боюсь, я буду прожать, бороться до последнего, чтобы по-другому пошла трасса М-12. Понимаете, ну, могу сказать, абсурд. Она пойдет по каким-то болотам, лесам, экономике ничего не даст. А вот если пустить ее по северному варианту, как там написано, именно того же Суздаля, это огромный, огромный ресурс для подвижения нашего туристического продукта. В рамках форума состоялось пленарное заседание с участием руководителей экономического блока областной администрации, федеральных экспертов, представителей агропромышленного и туристического бизнеса, предприятий народно-художественных промыслов. По видеосвязи выступил первый заместитель губернатора Александр Ремига. По агропромышленному комплексу, буквально на медне на той неделе, наши компании получили шесть номинаций на форуме «Золотая осень». И в том числе наши специалисты принимали участие в дискуссии, посвященной агротуризму. Это то направление, на которое в том числе мы будем делать ставку и видим огромный потенциал. Поддержка бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Эта задача остается приоритетной и на следующий год. Помогать предпринимателям будут за счет предоставления льготных кредитов. Президент торгово-промышленной палаты говорит, что на форуме не будет забыто и такое направление в нашем регионе, как народно-художественные промыслы. Будем обсуждать, повторюсь, актуальные вопросы. И где-то, может быть, какие-то проблемы выслушивать, предложения, систематизировать их. Как я уже сказал, во время пленарного заседания принято решение при торгово-промышленной палате организовать все-таки гильзель и комитет по народно-художественным промыслам. Форум сопровождался выставкой, которая познакомила участников с продукцией агропромышленных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий и мастеров народно-художественных промыслов, туристической инфраструктурой. В форуме приняли участие более 50 предприятий Владимиро и области. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6 канал.